Всем привет! Сегодня я продолжу выпуск роликов про историю транспорта. В сегодняшнем видео я расскажу про Запорожский экспериментальный завод транспортных средств, который располагается в поселке Камышеваха Ореховского района. И в отличие от многих предприятий бывшего союза, оно не кануло в лету, а существует до сих пор. Правда из-за войны полноценно функционировать не особо получается, так как Камышеваха фактически находится на линии фронта. Информации по данному предприятию не так-то много и в сети. Кстати, сокращенно оно называется ЗЭЗТС, Запорожский экспериментальный завод транспортных средств. Как минимум за название стоит поставить лайк. Создано данное предприятие было в 1981 году в Запорожской области в поселке Камышеваха. Создавалось оно специально для производства транспортных средств, которые будут служить развозками строительных бригад в сельской местности. Так официально оно создавалось для таких целей. Довольно-таки узкое направление выбрали для специализации техники, но видимо такая нужда была и такая потребность была в то время. В 1983 году Львовский институт автобусостроения разработал для нашего предприятия автобус ТС-3965 на шасси ГАЗ-53А. Это был автобус вагонной компоновки на 23 посадочных местах. Даже по названию становится понятно, что изделие сугубо утилитарное, даже именем собственным не обладало, а просто ТС-3965, где ТС видимо расшифровывается как транспортное средство. Однако, и тут главная неожиданность, автобус несмотря на свою утилитарность имеет весьма специфический дизайн. И специфический в хорошем смысле. В отличие от десятков других барбухаек, которые выпускались различными ремзаводами, ТС-3965, не знаю, нарочно или случайно, получился самобытным и весьма привлекательным в плане дизайна. Если подавляющая часть барбухаек была просто прямоугольной формы с скругленными углами, то наш герой имеет небольшой выступ капота, и в задней части также имеется выпирающий багажник. То есть, по сути, автобус имеет трехобъемный кузов, и даже если совсем разыграется фантазия, можно представить, что это автобус в кузове седан. Ну и в целом, если оценивать образ этого автобуса, то впечатление он оставляет приятное. Видно, что люди ответственные за дизайн, выжали из своего положения все, что могли. А положение, напомню, было таково, что требовался утилитарный автобус без всякого излишества, без всяких декоров, который выполняет сугубо свою утилитарную функцию. То есть, до дизайна, дизайн вернее, это было дело десятое, если не двадцатое. ТС-3965 производился с 1986 по 2000 годам. И да, если вы были внимательны, то могли заметить, Львовский институт разработал автобус в 1983, а пошел в производство он в 1986 году. Стандартная история для Союза. В 1991 году, в связи с появлением новой модели базового шасси, а именно ГАЗ-3307, началось производство обновленной модификации. К стандартному индексу, уже привычному, добавилась единичка. И стало называться изделие ТС-39651. Некоторое время обе модификации производились одновременно, но примерно с 1993 года выпуск ТС-3965, то есть домодернизационной модели, которая базировалась на ГАЗ-53, был остановлен. Случилось это в связи с тем, что донор, а именно ГАЗ-53, был снят с производства. Также в небольших количествах, точное число неизвестно выпущенных экземпляров, выпускались дизельные модификации автобуса, которые базировались на шасси ГАЗ-4301 и 3309. Но, повторюсь, точное их количество неизвестно. А учитывая, что в дальнейшем некоторые автобусы подвергались ремонту, и стандартные бензиновые и газоновские двигатели были заменены на дизельные, понятие перед вами оригинал или неоригинал, было весьма затруднительно. Однако, стоит учесть, что окончание выпуска 2000 год весьма условное значение. А все потому, что начиная с середины 1996 года предприятие имело очень мало заказов, и автобусы выпускались в штучных количествах. И из-за этого достаточно сложно определить, когда был прекращен выпуск от этих автобусов. Ну, точно известно, что это был 2000 год, но месяц неизвестен. За почти 15 лет производства было выпущено примерно, опять же, примерное количество, 2500 автобусов этого типа. Поставлялись они только в пределах Украины, через объединение УкрМержКолхозСтрой. Вроде бы правильно прочитал. Но появится тут надпись, если я его неправильно прочитал. Поэтому встретить их можно было только на территории Украины. В новых рыночных условиях предприятия искали новые рынки сбыта. Автобусы были поставлены в различные дорожные и строительные управления, водоканалы, городские автопарки, ну и прочие коммунальные предприятия. Например, в Харькове они трудились в автопарках. Но также и частным лицам они поставлялись. В 90-е буйным цветом цвели частные пассажирские перевозки. И этот автобус пробовался на такой роли. Не особо успешно, но тем не менее. К середине 90-х автобус ТС-3965, можно сказать, окончательно потерял конкурентную способность. Особенно на фоне только появившейся газели, которая разом закрывала практически все потребности в вышеуказанных организациях и предприятиях. Про газель, наверное, надо будет тоже записать ролик, потому что как раз вот на днях, я точно не помню в каких числах, но вот на днях я слышал, что модели исполнилось 30 лет со дня производства, со дня начала производства. Ну, модель вообще как явление интересное. С одной стороны, разом похоронила все автобусы, ремзаводы, которые, ну вот наподобие, как мы сегодня обозреваем. А с другой стороны, наоборот, дала толчок для малого бизнеса, для развития. Ну, в общем, интересное явление. Надо будет про нее, наверное, записать отдельное видео. Но вернемся к нашему герою. Как я уже упомянул, несмотря на то, что к середине 90-х автобус потерял всякую конкурентную способность, его производство, хоть и в штучных экземплярах, продержалось до 2000 года. Скорее всего, клиенты, которые заказывали данный автобус, это были какие-то коммерческие организаторы, коммунальные, извиняюсь, организации, потому что очень сильно сомневаюсь, что участник бы обратил на него внимание. Хотя, чем черт не шутит, возможно, и так было. Кроме стандартных модификаций, которых я уже перечислил выше, была еще одна примечательная. Это передвижной стоматологический кабинет. Была выпущена партия подобных автобусов, даже, я бы сказал, спецавтобусов. Выпущена она была по заказу в начале 90-х годов. К сожалению, фотографии не сохранились, ни внутри, ни снаружи, но было бы очень интересно посмотреть. И еще интересно, что такой редкий мелкосерийный автобус обзавелся такой модернизацией. В моделизме, кстати, ТС-3965 тоже представлен. АВД Моделс имеет смоленой кит для сборки данного автобуса. То есть, если кто-то пожелает, то может собрать и поставить на полку весьма редкий и примечательный автобус. Я, к слову, многократно встречал этот автобус на улицах города. И знаете, раньше не обращал особого внимания на них. Ну, как бы едет и едет, замечал его, но не то же там прямо сворачивал шею, оглядываясь на него. А сейчас их уже почти не осталось, и встретить их довольно сложно. Так вот всегда бывает с простыми тружениками. Они особо незаметны, не привлекают внимания, не участвуют ни в каких парадах, не становятся экспонатами музеев. А когда они исчезают с улиц, то как-то уже этого не замечаешь. И когда начинаешь о них задумываться, то уже поздно. Все, их уже нет. И, скорее всего, они уже все попилены на металлолом, потому что на момент своего списания никакой ценности не представляли. Все же небольшое количество продолжается. продолжает ездить по улицам городов. Когда-никогда их еще можно встретить. Редко, но можно. И как минимум один экземпляр сохранился в музейном экспонате в Харьковском железнодорожном музее. Правда, он почему-то числится там как АСЧ-03 Чернигов, но это не беда. Главное, что технику сберегли, а табличку всегда можно заменить. Кроме автобуса, про который я уже выше рассказал, Запорожский экспериментальный завод транспортных средств выпускал вахтовые автобусы на шасси ГАЗ-53А, ГАЗ-66, ЗИЛ-130 и КАМАЗ. Также выпускались микроавтобусы на базе Буханки. И, кстати, на момент записи видео, сегодня 12 апреля 24-го, я сегодня такой встретил на улице. Я как раз шел и думал, что нужно записать видео про это. Текст я уже видео подготовил. Шел-шел. И увидел проезжающий такой автобус. Фотографировать не успел, но было как бы символически и приятно. Но это все была техника для коммунальных предприятий. Что же касается товаров для народного потребления, товаров для населения, тут завод тоже преуспел. Он наладил у себя на мощностях выпуск прицепов. Для легковых автомобилей именовались они прицеп модели 8206. Как можно заметить, название продукции не является коньком предприятия. Может показаться удивительным, но ЗЭЗСТ дожил до наших дней. И не просто дожил в виде бывших цехов, как это обычно бывает, что распродается, раздается в аренду разным фирмам, а должил в вполне работоспособном состоянии. Выпуск новых автомобилей и различной техники, конечно же, уже прекращен. Но это было бы удивительно, если бы даже оно сохранилось. Сейчас завод занимается капитальным ремонтом практически всей техники бывшего Союза и постсоветской эпохи. В основном это грузовики, автобусы и спецтехники. Также по спецзаказам изготавливается различная спецтехника, которая чаще представляет из себя надстройку на какое-нибудь грузовое шасси. Мне попадалась информация, что делали экспериментальную, так сказать, модификацию или же экспериментальный экземпляр автомобиля Мерседес 720D. На него сделали надстройку в виде эвакуатора. К сожалению, найти фотографию не удалось, потому что при поиске Мерседеса эвакуатора выдает сотни Мерседесов эвакуаторов и понять, какой из них именно предлежит этому предприятию не представилось возможным. Да, завод дожил до наших дней и даже сохранил свое профильное назначение, но сейчас его работа очень сильно затруднена, потому что находится он практически на линии фронта. Мы будем надеяться, что завод переживет эти тяжелые времена и будет дальше продолжать свою деятельность, потому что, согласитесь, предприятие по-своему уникальное. Много ли вы знаете бывших советских заводов, которые продолжают работать до наших дней по своей специализации. И это не какие-то гиганты типа Запорожстали, а маленькие провинциальные бывшие рембазы. Ну, практически. Это, конечно, не рембаза, но, тем не менее, это небольшое маленькое предприятие, которое сохранило свою деятельность, несмотря на тяжелые 90-е. Хочется, чтобы оно продолжало и дальше существовать. На этом заканчиваю свой рассказ. Если понравилось, ставьте пальцы вверх, комментируйте, обсуждайте, дополняйте. В общем, буду рад любой активности. Это выпуск второй по теме «Транспортная история». Напоминаю, что это дополнительный раздел к основной тематике канала. И для него есть создан отдельный плейлист. Все. Всем спасибо за то, что послушали, то, что посмотрели. Надеюсь, всем понравилось. Кому не понравилось, комментируйте. Кому понравилось, тоже комментируйте. Все. Всем спасибо. И до новых встреч.